Самый лучший обзор Atomy Card. Это видео существует по одной причине. Это видео существует по одной причине. Самые детализированные голуби в игровой индустрии. Гляньте, но они ж как живые. Кто-то наконец-то оценил голубей по достоинству и дал им текстуры. Почему голубей недооценивают? Почему они все страдают от низкой полигональности? На них же игры держатся. Голуби это самый главный секрет успеха любой видеоигры. Назовите мне хотя бы одну хитовую игру, где нет голубей. Зельда? Есть. GTA Red Dead? Есть. Ведьмак? Есть. В God of War вон какой здоровый сидит. Ну кстати, в годах везде. А это что по-вашему? Даже в Тетрисе голубь есть. Вон видите, квадратик. Я хайпую по голубям в играх и очень странно, что вы не. Это знак качества. Знак того, что разработчикам не все равно. Наличие голубей это главный принцип, по которым я выбираю, во что я буду играть. И как вы, возможно, знаете, я не из тех людей, которые делают актуальные видео. Но вы гляньте, какие они нажористые. В знак уважения, что кто-то потратил время и подарил голубям столько, чтобы не забыл. Я чувствую себя обязанным как можно быстрее. Не знаю, когда я вижу жирного голубя, он как будто вкуснее становится. Ну прям вот, могу представить, как я его хаваю. Вполне. Жареного. Кажется, что он такой вкусненький будет. Сочненький. Поделиться хайпом попернатым и разобраться, в комфортных ли игровых условиях они обитают. Пока мои мысли не сгнили и не залежались. Сегодня голуби гнездятся в Atomic Heart и в самом лучшем обзоре этой игры. Забирайтесь в Зил, едем собирать свеклу. Ведь с вами Булджать и мы начинаем. Ну ладно. Стоит признаться, что Atomic Heart меня заинтересовало только голубями. У меня есть профессиональный интерес. Ведь это первая за долгое время дорогая сюжетная ААА игра, созданная в России, по большей части, российскими же руками. Как вы понимаете, я мимо такого пройти просто не могу. Плюс это одна из пяти больших игр 2023 года, которая интригует и вызывает интерес. И очевидно же, что после всего, что в российской игровой индустрии произошло за последние лет 10, а это почти ничего, очень хочется узнать, чё ж там наворотили манфиши после всех этих драм и скандалов, происходящих в студии. Профакапились ли эти русские разработчики в очередной раз? Или сделали шедевр на все время? Реально удивление красавчики прям. Я очень надеюсь, что это позитивно скажется нашу игровую индустрию. Очень надеюсь, что у них финансовый успех произошел. Ну мы как бы не знаем отчетов. Короче, блин, прям вот. Прям, ну здорово. Я, говорю, прошел с удовольствием. Мне прям за долгое время, я говорю, я даже Биошок установил первый. Ну вот серьезно, самое лучшее доказательство, что мне правда понравилось, и я установил, блядь, ёбаный Биошок. Потому что я не играл в него. Мне не нравились эти Мерси в Сим или как-нибудь. Ну блядь, чё-то я прям после Атомик Харта распробовал. И мне чё-то прям, я такой, блин, хочу ещё чё-то такого. У нас-то по-другому делать не могут, либо это, либо то, другого не дано. Скептическое отношение к игре понятно. Для тех, кто хочет спрыгнуть с нашего научно-исследовательского зила побыстрее, чтобы понять, стоит ли тратить своё время, покупать или качать игру, или, если у вас уже есть потребность щеголять своим личным мнением в комментариях... Не играя его, он калища. Да чё вы сейчас срёте Биошок первый? Окей, я один стрим подрублю, хуй с ним. Я просто посмотрю, что будет происходить. Я один стрим подрублю, точно. Один стрим по Биошоку. Эээ, окей. Окей, я посмотрю первый. Потому что чё-то прям вот много людей срёт эту хуйню. То слушайте внимательно. Если вам в своё время не понравился Биошок Инфинит, потому что он сильно отличался от первого Биошока, то вероятнее всего Атомик Харт будет вас очень часто фрустрировать и разочаровывать, поскольку ваши ожидания не оправдаются реализацией. В этой игре есть большие моменты, когда ты ощущаешь, что из этой игры что-то как будто бы вырезали в угоду других вещей. Но если вы запомнили Биошок Инфинит как захватывающий самобытный шутер, крутую игру с крепкой историей и персонажами в оригинальном сеттинге, от которого вы получили удовольствие, Атомик Харт вам зайдёт на ура. Это самый простой и самый правильный способ понять, что такое Атомик Харт и нужен ли он вам. Сравнение двух этих игр более чем валидно, поскольку сами разработчики жирно намекают, чем вдохновлялись. Если вот это не омаж на Биошок Инфинит, то я даже не знаю, что это. Хорошо, убираем из ПГС. Тут есть момент, где разработчики буквально расписываются в любви к Биошоку и двусмысленности здесь быть никакой не может. Если уж совсем кратко, Атомик Харт — это Биошок Инфинит без мозголомного сюжета, но с песнями Меладзе. Всё. В целом, это всё, что вам нужно знать. Вы готовы сделать вывод о Атомик Харт? Так, всем спрыгнувшим Машем ручкой, а мы едем дальше в волшебный мир Советского Союза. И, матерь божья, очень сложно поверить, что в Союзе не было секса, ведь шишка встаёт. Атомик Харт делает чудесную вещь, позволяет увидеть влажную фантазию современного шиза-коммуниста, требующего вернуть СССР. Игра без каких-либо прелюдий, прямо с завода, показывает тебе прекрасный мир победившего социализма. Солнечная зелень кругом, роботы, приносящие бесплатный лимонад, люди приглашают друг друга смотреть, ну погоди, в компании, огромные памятники и монументальные здания, жирные голуби, не боящиеся людей, и совет-вейв-хиты, играющие по радио. Это максимально точная визуализация мира, ностальгирующих дедов, где пенопласт делают из молочной пены, а сила гравитации была слабее... Ну, не соглашусь. Но очень быстро нас буквально снимают с небес на землю, и становится очевидно, что за ширмой идеальности, конечно же, скрывается... А зачем смотреть обзоры, если же все сам видел? Послушать мнение, обсудить что-то с чатом? Почему нет? Нелая борьба за власть, население, брошенное в жернова прогресса, и личные свободы, растоптанные в угоду коллектива. И это главенствующие темы этой игры, как и в любой антиутопии, в принципе. И это было очевидно еще по трейлерам, которые были нифига не позитивными, но некоторые почему-то этого не поняли. У меня вопросы. Мне до сих пор непонятно, по каким логическим цепочкам двигались люди, которые на полном серьезе заявляют, что эта игра пропагандирует СССР, и это госзаказ, призванный промывать мозги. Если вы не в курсе, то Atomic Heart, как и Хогвартс Легаси недавно, пытались отменить по самым притянутым причинам, которые могут быть. Как обычно! Ты меня поднял из мертвых биошок? Когда биошок? Слушай, ну если я сейчас посмотрю, как там люди проголосовали и так далее, и тестовую трансляцию, я могу подрубить уже в этот понедельник. Как варик. Выйдет, ведь драмы, как таковой отмены, как таковой нет. Есть просто очень много шума от небольшой группы людей, и их аргументы крайне постные. Люди сделали выводы, не играя в игру, и даже, видимо, не просматривая трейлеры. Но они каким-то образом все же смогли посадить зерно сомнений. Хотя я понимаю, Atomic Heart это игра загадка, безусловно. Ее столько мусолили в разработке, ей не раз меняли концепцию, у нее там были свои истории с Кикстартером. А обвиняли еще в том, что ее вообще не существует, я помню. Меня, пиарщики этой игры, один раз кинули через бедро, и у нас были терки с их полностью заболевшим отделом. И даже ходили слухи, что этой игры нет совсем. И логично, что у всех есть множество вопросов к этой игре самого разного толка и большая доля недоверия. Но мне удивительно, что кто-то задается вопросом, продвигает ли Atomic Heart идеи коммунизма, пропаганду и концепцию СССР. Рекламировать Советский Союз и его идеи, че... Беспартийных хищных роботов, вырезающих деревни, это, конечно, сильно. Это как если бы мужчина рекламировал тампоны, мы бы знали, что он точно разбирается в продукте, не так ли? Вопрос на засыпку. Пропагандирует ли Биошок американскую мечту? Вы ж узнали, как выглядит Америка из этой игры? Вы захотели в ней жить? Вы что, не поняли? Это же пропаганда. Там же арт-деко. По факту, люди испугались фанфика по СССР. Да, это смешно. Они увидели серп и молот, возбудились и решили, что это открытая пропаганда российского правительства, ведь это же всегда так работает. Не заходите в книжный магазин в таком случае. Там столько исторической литературы с попаданцами, что вы свихнетесь, пока будете разбираться во всех этих... Кстати, а вот здесь интересные ситуации двойственные. Когда мы сталкиваемся с клюквой ебучей, значит, зарубежной, и у нас кто-то указывает, что ебать пропаганда, посмотрите, что напихали, якобы там все они такие самые крутые, самые лучшие, там США, еще что-то. Тебя, блядь, начинают срать и говорят, что ты долбоеб, блядь. Тем временем, западные чуваки видят в этом пропаганду и также шизуют по хуйне полнейшей, блядь. Мы им... Мы... Мы ничего, не, все нормально. Они не шизы, все нормально. Блядь! Временных петлях, в которых виновны советские солдаты. Да и к тому же, я как человек, который прошел на 100% данную игру, до самого конца увидел два финала, это антипропаганда, естественно. Ну, о чем искал булжать, это антипропаганда, если говорить, что это пропаганда советов и прочего, это антипропаганда. Потому что весь итог и все происходящее, оно, сука, больше негативное, чем позитивное. В самом деле, я расцениваю эту шумиху с отменой как комплимент игре. Если люди реально впечатляются образами Atomic Heart и носятся по интернету, называя это ужасной пропагандой, то все, кто работал над визуальным стилем этой игры и заставил это все двигаться, выполнили свою работу на 110% и могут собой гордиться. Выбивайте себе премию Роберта. Manfish создали не что иное, как близкий к идеальному Советпанк. Они взяли образ Советского Союза с его дизайном, его настроением, самыми выразительными его чертами, его куполами, повесткой, идеей и гипертрофировали все это. Мир, сошедший с трудовых плакатов, полный китча, ретрофутуризма и красного цвета, не имеющий ничего общего с реальным политическим строем, развалившимся больше 30 лет назад. Red Alert передает вам всем привет. Чтобы мир Atomic Heart заработал, потребовалось чуть больше 7 лет еще до начала разработки в 2018 году. То есть, мир игры создавался до всех этих геополитических конфликтов и инвестиций. Несколько ребят собрались вместе и сказали, Советпанк это круто, мы хотим про эту игру. Все, здесь больше нечего приплетать. Эти ребята проделали колоссальную работу над визуальным стилем игры. Ты веришь, что мир работает под песней Пугачевой, а возможно и благодаря им. Пролетая на Волге, над гигантской статую Пролетария, созданной нейросетью и роботами, ты понимаешь, насколько сюрреалистично это все выглядит, но в рамках игры эта статуя абсолютно реальна и ты в нее веришь, как и во все вокруг. От меня, как от зрителя, это высшая похвала. Atomic Heart это еще и красивая игра. Если сравнивать с тем же недавним Хогвартс Легаси, это просто небо и земля. В плане дизайна и атмосферы у Хогвартс Легаси тоже все на высшем уровне. Art Direction? Великолепен. Школа магии? Великолепна. Хоксмит? Великолепен. Но кусок мыла попал в глаз. Эти устаревшие анимации, ужаснейшая оптимизация на ПК, они портят все. А то... Ну, блядь! Если мы говорим про красоту, придрачиваться к производительности полная хуйня, при замыльности есть такая штука, но Хогвартс безумно красивая игра, на самом деле, охуенная. И вот ты там летаешь, еще что-то... Ну, прям... Ну, она заебись, блядь! Она заебись! Вот прям вот все места у нее красивые, охуенные, очень круто сделано. То есть... Там... То есть... Их вообще, ну, немного странно сравнивать, они, ну, максимально такие немножко... К ним разные графические требования, наверное. Ну, на полном серьезе. Вот. Ну, они... И что? Атамик Харт за БСН? Ну, и Хогвартс очень круто. Атамик Харт тоже не идеальна, вы не подумайте. Ее сильно подставляют кассцены. Где-то камера криво переключается, будто она не должна. Где-то тебе крупным планом показывают бегущую на каблуках женщину, что уже нелепо, но выглядит это еще хуже. А где-то странный выбор постановки просто-напросто. Но в целом удивительно, что ноунейм студия, которая почти ничего не делала до, которая погрязла в склоках и производственном аду, из России, что вообще никаких надежд не вызывает, будем честны, выпускает игру, которая выглядит невероятно хорошо, невероятно стильно, и еще и при этом умудряется стабильно работать. За мои двое суток почти непрерывной игры на ультрах при моих конфигах Атамик Харт вылетел один раз. Это самое серьезное, что со мной произошло. А, ну еще я застрял в двери вместо энергоносителя. Еще встретил, может, с десяток мелких визуальных... Будет ли стрим от тебя на повышение к финансовой грамотности для работяг? В каком плане финансовой грамотности? По инвестициям? Нет, ничего не будет. Багов, типа летающей коробки, но ничего критичного или чего нельзя было починить перед запуском сохранения замечено не было. Но на меня не смотрите. Я не ручаюсь, что игра пойдет на вашем сетапе, что у вас не будет проблем и не будет багов. Я не знаю, как это проверить. Лучше поищите специфическую информацию более знающих людей. Но мой опыт говорит, что игра более чем оптимизирована на ПК. Факт в том, что люди, разрабатывающие томикарты, не реально заряжены. Они потратили свои силы, много лет, ресурсы, чтобы подарить нам уникально выглядящий интересный мир. И это не просто оболочка. Чувствуется, что за внешней формой есть наполнение, что к этому всему в этой вселенной каким-то образом пришли и люди в этом мире не существуют, а именно живут. Местный лор стартует с 1936 года. Советский Союз создает полимеры и развивается в робототехнике, попутно побеждая во Второй мировой войне. Но напоследок нацисты выпускают в мир ужасный вирус «Коричневая чума», который убивает весомую часть человечества, видимо, очень специфическим способом, судя по названию. По всей видимости, мир пережил апокалипсис, СССР после эпидемии стала сильнейшей страной и начинает распространять свое влияние на другие страны, а противится коммунизму, разве что Америка, которая, как принято, пытается строить козни. На момент событий в игре 1955 год. СССР строит воздушные города, как в кое-какой игре, и находится от одного шага, чтобы снять советскую версию Евангелиона, объединив сознание всех товарищей в одного большого товарища. Согласитесь, про этот мир хочется узнать больше, но здесь мы сталкиваемся с первой довольно серьезной, как по мне, проблемой игры. Узнавать здесь довольно сложно. Информации о мире игры, о его прошлом, о жизни людей здесь очень много, но она вся в дневниках или в трупах. В этой игре можно разговаривать с трупами из-за всяких остатков воспоминаний убитого, застрявших полимерий, и вы удивитесь, насколько хорошо иногда мертвые могут шутить. Это, кстати, да, тоже согласен. Фишка, потому что трупы это вроде бы просто еще один вид аудиодневников, но с которым ты можешь еще поговорить, потроллировать его или успокоить. Вся сложность заключается в том, что ты никогда не знаешь, какой дневник или какой труп интересный. Ты можешь пройти две комнаты, в которых по два, по три терминала с информацией, в каждом из которых по три-четыре письма, и в них ничего ценного нет. Там может быть информация для политбюро, может быть просто перечисление имен, которые тебе не... Но с точки зрения раскрытия мира, там, да, там действительно не прям разъеб, но там есть интересные вещи, которые там рассказываете о том, как у них проходила работа. То есть, как бы вот таком вольном письме они между другом говорят, и ты узнаешь через это, как вообще все шло, что они там собирали, что делали в этом комплексе, вот ты проходишь какое-то здание, там лутаешь, ты читаешь, и ты лучше узнаешь, что это за здание, что за комплекс, что они там делали, какие были сотрудники, кто оказывается стал главарем, и почему, и бла-бла. Это все на самом деле прикольная штука, показывает и личностные взаимоотношения тех времен, вот в этом, да, в представлении разрабов, вот в этом, типа, безумном мире советского будущего. Вот. Ну, короче, есть на самом деле. Они, конечно, не супер раскрывают, но нормально, нормально. Я просто все прочитал, нормально. Ничего. Тебе игра понравилась? Мне она очень понравилась. Кусок переписки, которая даже с контекстом не имеет никакой ценности, и после этого ты начинаешь очень скептически относиться к этим терминалам. Ты начинаешь их пропускать, потому что они останавливают свой геймплей. Они мешают тебе буквально пылесосить шкафчики, например, предминтиков. Я нормально живу, а потом, через 20 пропущенных терминалов, ты решаешь все-таки включить один из них, и там внезапно интересно. Зайдя в первый в мире театр, где выступают артисты-роботы, из терминалов мы узнаем, что в этом театре подпольно организовали бордель с роботами-балеринами. Пользуются такими услугами люди первой величины. Вот, вот да, кстати, вот почему типа круто ебашить терминалы. Это может без терминалов, кстати говоря, узнать, но терминалы это дополняют. Там охуенно рассказано, чё как у них ломается, они там, там, там в терминалах пишут о том, как кто кого ебал, блядь, что у них там болтики-завинтики, надо заменить, блядь, оценочные суждения персонала касательно этой ситуации. Очень прикольно было. Вот мы когда там читали про эту всю еблю, блядь, было классно. А само существование борделя вызывало трение среди руководителей театра. Это к вопросу о том, занимаются ли в этом мире сексом с роботами. Принят, но вообще да. Любители роботов здесь даже ласково называют робосеками. Заменят ли робосеки фурии, не знаю, но все шансы точно есть. Или ты заходишь в какой-нибудь госпиталь и узнаешь, что местные врачи настолько присытились врачебной практикой, что даже не лечат тяжело больных, а просто наблюдают за ними, делая ставки, через сколько часов те умрут. Вот это делает мир живым. Это даже интересно читать в дневниках. Ты сразу понимаешь суть локации, ее настроение, ты начинаешь представлять, как там эти балерины-то, в этих театрах, вот это вот. Но чтобы до этого интересного дойти, тебе нужно... Вот, а вот, я уже все сказал, отъебись, пожалуйста, с этим вопросом. Представь целые тома электронной макулатуры в надежде, что среди 10 терминалов ты наконец-то найдешь тот единственный, который... будет даже этого, и там еще дохуя, блядь, если не бежать по сюжету. Мы вопросы закрыли. Все, отъебись, аудитория сама делает свой выбор, блядь. Вы все сами выбрали, блядь. Выбрали, получили, конец истории. Будет важным. А после половины игры ты понимаешь, насколько же сильно здесь не хватает банального дневника, куда записывалось бы все тобой прочитано, и ты мог бы просто его открыть и освежить в памяти нужную информацию. Полезный и бесполезный, который ты можешь собирать фактически рандомно из разных домов, районов и миссий, спутывается в твоей голове в один огромный клубок. И когда в этот клубок сценаристы начинают впихивать сюжет, причем насильно, резко, сразу рукописями, ты начинаешь теряться, потому что сюжет целиком уже не вмещается в тебя. Какие кольца, какие альфа-бета-коннекторы, чё этот чел хочет, как его фамилия, кто кого контролирует, а чё мы делаем в этом огороде, кто я? И это при том, что сюжет простой. Он иногда пытается быть сложнее, чем он есть на самом деле, но по факту, к концу ты уже просто гадаешь, о какой из самых расхожих тропов разработчики выбрали для своего сюжета в этот раз. Мы берем на себя роль майора Нечаева под позывным П-3. Немножко бродим по идеальному советскому городу, прилетаем на калибровку своей высокотехнологичной перчатки с интеллектом, но не успеваем мы приземлиться, как роботы резко сходят с ума, и мы всю оставшуюся игру пытаемся поймать злодея, решить проблемы и разобраться, что на самом деле здесь происходит. В Atomic Heart сюжет приятного боевика. Большую его часть на самом деле описывает автобус из начала игры. Когда в одной из первых сцен подбитый из калаша бабой Зиной робот взрывает сельский толкан, ты начинаешь понимать, что тебя ждет. Это веселый, хороший сюжет, от которого ты многого не требуешь, и это позволяет ему удивлять тебя, когда ты этого не ждешь. Тебя постоянно кидают в какие-то прикольные локации, в какие-то интересные ситуации, все персонажи, которые есть в игре, шикарно прописаны. Один только похотливый шкаф Элеонора, чего стоит. Это хорошее было решение. Но какие же у этого сюжета при этом проблемы с темпом и подачей? Как бы вам объяснить? Сейчас, секундочку. Я гений, я придумал идеальную аналогию. Короче, вот этот вот батончик, это Atomic Heart. Вот это вот масло, это сюжет. Сценаристы намазывают сюжет на Atomic Heart аккуратно, размеренно, от начала к финалу, а потом они резко останавливаются. И получается вот что. Вначале сюжет очень такой плавненький, нас знакомят с персонажами, нас знакомят с миром игры, мы вкатываемся, там все постепенно происходит, но к финалу все в кучу сваливают вот таким вот шматом. Все в одну минуту тебе рассказывают, кто там с кем связан, у кого какое прошлое, кто за что отвечает. Все карты раскрываются там, кто рабосек. Причем тут голуби вообще. И все это настолько быстро, что непонятно, игра куда-то торопится что ли. Ну возможно к релизу. Я подозрел. Ну кстати, здесь есть своя правда, но я например таких проблем не заметил. Ну не знаю, я вот когда играл, там да, конечно потом пластинформацию нас кует сразу же там в разочек и про перчатку, и про тебя, и про, блядь, Петрова, который там, блядь, не такой уж еблан, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но все равно типа нормально. То есть как-то информация вроде бы усваивалась нормально. Я не помню, чтобы были какие-то проблемы с этим. Может быть это мне так, у меня так, не знаю. Но вроде бы было нормально. Вроде бы. Подозревая, что сюжетно многое подрезали, оставив самое важное для понимания, Финал недораскрыт, так здесь речь не об этом, что он недораскрыт. Не сгруппировав это все в конце. Если посмотреть старые трейлеры игры, можно увидеть сюжетные фрагменты, которых в игре нет вообще ни в каком виде. Некоторые моменты истории так и просятся, чтобы их посмаковали минут 10 хотя бы, чтобы игрок впитал эту информацию, обработал и мог приступать к поглощению следующей. Но не. Тебе скидывают жирный плод твисты один за другим официальный босс. Кстати, давай пока. Игра закончилась. Как тебе? Не, ну в целом-то, конечно, понравилось. Все понятно. Но придется перепроходить, чтобы понять детали. Вы же знаете, как подается важная сюжетная информация в этой игре? Сейчас. Да ты мир пылесосила контент везде находил помимо основы. Ну, может быть, из-за этого, да. У меня как бы более-менее. Не знаю. Может быть, из-за этого. Потому что ты все терминалы читал, а для тех, кто все пропускал, тому, конечно, ох, нихуя тут информации. А, ну, на игры, может быть. Да, да. Может быть. Огромными кусками диалогов по несколько минут раз в полчаса. Вы любите долгие голосовые сообщения, а Томик Харт их обожает. Это иногда превозможно слушать, особенно со здешними русскими голосами. Вот честно, мне не особо нравится русская озвучка Атомик Харт. Иногда все очень здорово. Иногда все попадает в персонажа, в голос, но чаще персонажи либо переигрывают, особенно на матах. у них, у Атомик Харт проблемы с терминалом, проблемы со старостепенными персонажами. Вот старостепенные персонажи в Саратах, конечно, немного. Либо монотонно читают свой текст. Но главное... А в целом, вот основные, они вроде бы даже все очень хорошо озвучены. Я не увидел никакой проблемы. Проблема диалога... От бабзины до там... ...вовсе не в том, как они звучат. Обычно, во время сюжетного разговора с кем-то, ты занимаешься другими делами. Идешь куда-то, или, может быть, пылесосишь локации, и стоит тебе отвлечься на секунду, и сюжет улетел куда-то вперед без тебя. Как только с тобой начинает говорить перчатка, или с тобой начинают связываться по рации, надо остановиться, забить нам все остальное и слушать. Мало того, что ты отвлекаешься, так еще и двигаясь куда-нибудь во время диалога, ты можешь случайно задеть трикер и запустить либо сцену, либо новый диалог, который обрубает старый. И ты можешь просто не получить кусок сюжета, потому что местные коридоры намного короче, чем диалоги в этой игре. Когда я дозаписывал футажи, я обнаружил случайно целый диалог, который объясняет события происходящего ближе к финалу и убирает вопросы, которые у меня появились при первом прохождении. Сколько еще диалогов я пропустил, я не знаю. А мы нихуя, блять, я использовал тактику стой и слушай. Бля, вообще, конечно, я заебись отыграл от Эмикард, чтобы поговорить, я просто стой и слушай была тактика. Мы все, а там, где я случайно скипнул, помните, диалог перед боссом одним. Я перезагрузился, блять, чтобы заслушать его. И так же я сделал в мире глюков второй раз, когда это было. Я пошел, не знал, что там триггер, там меня активировало, я загрузился, блять, и мы стояли, слушали до конца эту хуйню. Был бы в Атомикард сюжет, как в Байошок Инфинит, местная подача истории была бы колоссальной проблемой, убивающей игру. А так она хотя бы просто сильно раздражает. На том спасибо. На самом деле, могли бы встроить все эти диалоги в лифты. Ведь в Атомикард это не лифты, это лимба. Ты можешь быть запертым в них в течение минуты или даже больше. А если не считать, то кажется, будто ты провел там целую вечность, еще и клаустрофобию заработал. Я понимаю, что игра подгружает локации через лифт, но если на SSD такая долгая скорость загрузки, что же будет, если установить игру на жесткий диск? Если бы мы разговаривали сюжет в лифтах, что происходит очень нечасто, решилось бы сразу две проблемы. Мы бы не пропускали сюжет и развлекались бы в лифте. А так приходится либо стоять и дуплить в дверь, либо махать оружием от безделья. А мы и так и машем постоянно. Наконец-то мы пришли к самому главному, димплею. Игровой процесс держится на трех слонах. Боевой системе, прокачке и головоломках. Насчет боевой системы на самом деле много не поговоришь. Она просто хороша и особенно ближний бой, что для меня стало большой неожиданностью. Я ставил сотку, что именно ближний бой будет слабой стороной игрового процесса. Но он настолько же приятный, как скажем, в Dying Light 2. Все удары чувствуются, у каждого из оружия есть вес и свои характеристики, а мясные противники разлетаются на куски со смачными звуками. Обидно только, что отсутствует блок, только дэш в сторону, к этому придется привыкнуть. Огнестрел тоже не подкачал. Его тут довольно много и помимо стандартных калашей и дробовиков тут есть релган, аналог толстяка из фоллаута и еще парочка занятных энергетических оружий. И все это стреляет как надо. Но по факту бесполезно все на самом деле нахуй практически. Типа вот сколько. Значит, электроавтомат, релган это полная хуйня вообще, он бесполезен. По ДПС и по всему. Электроавтоматы разблокируете, ходите с ним очень долго, жестко экономит патроны, просто разъебывает, заебись, блядь. Потом вы сейлите и итоговый изотар разъебанный просто. Какой у нас получается? Автомат Калашникова, пистолет с модом на револьвер, гранатомет. Да все, блядь. И... Да и все. Я вон, блядь, финального босса на максимальной сложности просто я вообще из гранатомета разъебал. А, ну, милишка, блядь. Да, милишка. Ну, это понятно. Да, и звездочка. И звездочка тоже ебанутая. Да, и звездочка. С модификацией на альтернативную спецатаку. После выстрела из дробовика ты понимаешь, что душу в игру вложили не только визуальные дизайнеры, но и звукари. И я не знаю, если честно, что тут еще сказать. Оружие здесь увесистое, убойно, им надо пользоваться. Драки и стрельба здесь созданы для мужчин, понимаете? К концу игры ты будешь намеренно искать противников, чтобы просто вдоволь настреляться. Но это в конце игры, когда твои пушки прокачаны. Ведь прокачка делает 70% твоего удовольствия от игрового процесса. Первые пару часов у тебя будет возникать вопрос, а че вы все такие жирные? Любой самый захудалый вовчик выдерживает пару очередей из автомата и ряд ударов топором, и это может показаться бредовой идеей, поскольку любое сражение начинает тебя быстро утомлять. А если этих вовчиков несколько, то приходится попотеть, танцуй карди-балет. Но потом ты понимаешь, что это сделано не просто так, а чтобы ты пробовал весь функционал игры и создавал под себя удобный билд персонажа. Ты можешь носить с собой столько оружия, сколько поместится в твоем инвентаре, и ты можешь взять их хоть все, но тогда у тебя не будет места под патроны и расходники. И вот тут начинается приятный менеджмент. Ты начинаешь думать, а какое оружие больше подходит по твой характер, какое тебе больше всего нравится использовать, и в конце концов ты приходишь... Вообще менеджмента никакого нет там, блять, никакого супер раздумия, не знаю для кого. В начале, когда открываешь электропекаль, блять, просто бегаешь с ним, опять же, ну по альтеративе с электроавтоматом тем. А потом сбрасываешь электропекаль, берешь электроавтомат. И начинаешь, как только появляется электропекаль, вопросы все решаются мгновенно. А ты все равно еще долбишь долго, но ты уже долбишь регулярно, гарантированно, достаточно быстро, экономишь кучу патронов и все. Короче, ну блять. И менеджмента особо никакого нет, тебе сразу понятно, на самом деле, сразу понятно, с чем надо бегать. Сразу же, например, сразу ясно. Идешь к своему идеалу. При этом любое оружие, хоть ближнее, хоть дальней. Единственное, что мне не очень понравилось, это система, блять, короче, кассетники, на самом деле, бесполезная хуйня, максимально бесполезная хуйня. Она вообще всрать не всралась. На раннем этапе игры, на среднем этапе игры и на позднем этапе игры, тем более, это на самом деле бесполезная хуйня. Они работают на боссов, ну, понятное дело, да, там какая-то микро, блять, работа. У них там резистор, блять, 90%, импакта 0, на автоматическом оружии. Они кончаются пиздец, как быстро. Вот, единственное, куда их можно поставить, это милишка, это револьвер, блять, там от них реально есть выхлоп какой-то. Но по факту, на самом деле, все равно ху-е-та. Ху-е-та. А если говорить об этих, эээ, кластерах, об этой хуйне, блять, их там три вида, электрическая, морозильная и огненная. Огненная просто бесполезнична. Просто бесполезнична. Какому-то типу врага, да, вы можете нафигуярить дот, какой-нибудь там жирный, и будет выхлоп, в девяносто процентов случаев это бесполезно. В девяносто девяти, просто, даже для обычных противников он нахуй не нужен. А самый заебись это электро. Ты просто хуяришь шоком, он стоит, и это просто бесконечный стан. Все, это лох противника, и ты обычного чела, как бы гарантированно убил, он тебе ничего не может сделать. Если на один, он как бы стоит в стан, и на этом все заканчивается. Все. Вот. Наверное, всего остального полная хуйня. Морозилка, тоже полная хуйня. Короче, вот-вот с ними, как бы, идеи клевые, но, блядь, максимально бесполезные. Можно заточить под разные цели. Например, обвесить дробовик так, чтобы он наносил больше урона по роботам, а ПМ больше урона по органике. Именно так ты начинаешь адаптироваться под большинство. И вот тут, кстати говоря, еще один минус, никакой, блядь, адаптации нет. Я могу объяснить, почему. Там есть действительно грейд, который дополнительно к урону бустит либо урон по органике, либо урон по роботам. Но я вам говорю, как чел, который зачистил на 100%, блядь. Значит, в 98% противника, которого будет встречать, это роботы, блядь. Хуярить, играть на органику нет никакого, блядь, смысла. Там есть какие-то зоны, где будет в основном только одна органика, но это, блядь, это вот-вот-вот по отношению к общему игре и как вы будете бегать, и кого будете встречать, это вот, блядь, вот так вот. Это не имеет никакого смысла. То есть, это ты тоже понимаешь, потому что, когда ты находишь до грейда, который бустит урон там по роботам или по органикам, тебе уже все понятно, нет никакой адаптации. Ты не сидишь и не думаешь, блядь, как бы мне подточить билд, мне там сложно, надо бы, блядь, урон по органике, а там робот, нет, нихуя, ты просто берешь сразу и ставишь на роботы, потому что и так все понятно. Все, блядь. Вот. Так что, так что да. ...большинство ситуаций. Но какое бы оружие у тебя прокачано не было, ковырять противников ты все равно будешь достаточно долго. А чтобы это было быстро, на помощь приходят способности. И на самом деле, сотку надо было ставить на способности. Ну и здесь тоже, на самом деле, немного не точно. Объясню почему. Потому что даже без обилок, значит, ты в какой-то момент начинаешь ебашить противников быстро. Единственное исключение составляют один только противник. Один противник, реально, это хуйня красная, которая на карнажа похожа, блядь. Это единственный противник, именно из разряда обычных противников, а не боссов, которые ковыряются, да, плющ. Вот они реально пиздануты. А даже челик, который с круглой башкой, которые такие еще прыгают, они на самом деле кладутся достаточно быстро, это зажим из калаша в голову. То есть, да, ты дохуя патрон тратишь, но если говорить про время убийства, если у вас есть патроны, они на самом деле рассыпаются быстро. Вы просто заживаете, нихуя больше не делаете, вы просто берете, блядь, и ебашьте. Плющ это же босс? Нет, плющ это обычный противник. Нет, если правильно назвали этого моба, красный такой, еще в колбах был он. Вот, забыл, как его называют. Если это плющ, тогда это не босс, если что. Значит, все. В остальном, в остальном противники умирают очень быстро, когда вы особенно вот начинаете прокачиваться очень быстро. Револьвер обычных противников просто шотает, шотает, ваншотает. Там, правда, тратится по 4 патрона за выстрел в его режиме револьверном, но он шотает. Значит, калаш очень быстро сбривает, очень быстро сбривает, блядь. Ну, короче, блядь, все быстро сбривает. Милишка, звездочка тоже быстро сбривает, блядь, даже если не юзать обилки. Обилки, конечно, этот процесс ускоряют. Даже, наверное, не ускоряют, а делают чуть более удобным. Вот. Ну, и ускоряют, конечно, да. Но в целом, и без этого они очень быстро умирают. И это при том, что я еще раз повторюсь, я говорю про максимальную сложность. Если говорить про сложность еще ниже, блядь, там, блядь, вообще, наверное, будет еще пиздец. И намного быстрее все происходить. Давайте сразу. Я хочу узнать причину, почему мы можем носить только две способности, за исключением шокера, который встроенный. Ограничения должны служить балансу, но я не вижу, чтобы здесь это происходило. Тут не так много способностей, чтобы подобные рамки вообще имели смысл. Мы можем выпускать лед, использовать телекинез, ставить полимерный щит, чтобы отражать удары и выпускать полимерную струю, которая работает как проводник усиливая эффекты других атакующих способностей. Все. Остальное это прокачка энергии и прокачка здоровья персонажа. Тут даже огнем из руки не популять, хотя напрашивается такая способность очень часто. То есть мы выбираем две способности из четырех, а в чем смысл-то? Очевидно, что мы не будем использовать все способности поочередно. Мы будем использовать то, что полезно. А это значит, что у нас есть выбор из трех способностей. Поскольку полимерный щит идет в мусор. Да, плющ. Он полезен в... Плющ, да, плющ. Вот, плющ это не босс. В крайне специфических ситуациях и он менее эффективен, чем все остальное. А, подождите. Мы выбираем не из трех способностей. Мы выбираем из двух способностей, потому что полимерная струя маст хэв. Она слишком хорошо работает в тандеме с шокером, который все... НЕТ! Полимерная струя это бесполезная хуета, которая на применение тратит дохуя времени, ебать руинит ваш ДПС, а выхлоп в ДПСе, который вы получаете по факту улучшения ваших обилок, вообще не покрывает время блядского простоя. Абсолютная хуйня. Да, там можно одной этой хуйней покрывать, а другой стрелять, но один хуй, блядь, лучше пиздануть чем-то, подойти еще ебнуть сверху, и он уже на откате. Полная хуйня, полимерная струя это полное дерьмо. Но вообще оно нихуя не полезное и не крутое. Самый полезный скилл в Атоме Харте это, значит, телекинез. Это подъем противника вверх. Это вообще самая имба, блядь. Это самая имба, это заебись. Вторая хуйня, это, это, наверное, заморозка. Заморозка тоже охуенно работает, блядь, заебись, вы чисто, блядь, чилите по полной программе. Вот. И на третьем месте это, значит, молния, прокачанная на цепную. Почему? Потому что, когда вы натыкаетесь на спавнеры, блядь, или еще что-то, вы ебашите цепную молнию и защищаете кучу блядского мусора и не ебете мозги себе. Все. Ну, а самое заебись, это криогенная вот эта вот криоструя и телекинез. Все, блядь, вы берете две обилки и, ну, и пиздец, блядь. Ну, вы его ебашите просто в говно. Потому что дизейбл охуенный, вы можете и милишкой допиздождить, еще как-то угодно, ну, там, блядь, короче, охуенно. А если вы еще с электропушкой, блядь, вы накидываете этот ебучий дизейбл, берете милишку, бэкаете себе энергию, достаете обратно, блядь, электро, ебашьте. И это бесконечный цикл бесконечных патронов, грубо говоря. Вот. Ну, пока вам электропушка еще нужна, потом она вам будет щит. Вот эти две обилки, они бесполезны. Вы можете с ними играть, вы можете их даже применять, они даже будут вам местами полезны, например. Но, на самом деле, по отношению к другим обилкам, это полная ху-е-та. Всегда с нами, и у него маленький кулдаун на перезарядку. Опять стоите? Шокер вместе с полимерной струей станет противников точно так же, как это делает лед. А зачем нам две одинаковые способности в пуле? Правильно, незачем. Поэтому берем телекинез. И получается, мы вообще не выбираем способности. Мы не экспериментируем. Мы путем исключения выбрали два лучших умения, с которыми пробежим всю игру, а остальными будем пользоваться только отсутствие. Ну, только пример, куда это неправильный выбор был. Эти ограничения не приносят ничего в игру, они даже портят. Например, вы можете идти с выбранным льдом и шокером и не знать, что впереди босс. И у этого босса иммунитет ко льду и шокеру. Но у него слабость к огню. Да блядь, да там слабость хуйня эта ебаная. Там вообще смешной урон, даже когда слабостью. Просто, ну это хуйня, блядь. Просто хуйня. На самом деле, для всех боссов самая эффективная хуйня, вот мы всех боссов разъебали, кроме вот финальных, потому что ты занебешься за ними бегать, все остальные боссы изейши руинятся с милишки, блядь. Ты просто нихуя не делаешь. А лёд и шокер и этот, как его, значит, телекинез ты используешь для прерывания анимации противника. То есть, как ты делаешь? На них там не работают, блядь, обилки. То есть, когда ты там прокачиваешь, он может босса поднять, например, телекинез на немножко вверх, там, на 200 секунды буквально. Ты используешь, в основном, эти обилки просто стоп анимейшн. Такой, блядь, как трик. То есть, как это происходит? Ты можешь просто въебало врываться и когда вот он что-то хочет сделать, ты, блядь, ему стопаешь и с милишки въебало прибьёшь. И вот так, в принципе, с ПКМа в милишки ебашь. Это самая эффективная хуйня. Стрелять бесполезно по боссам. Даже там с уязвимостью, неуязвимостью. Потому что, дохуя, патрон требуется. Они очень жирные. Но я говорю про максимальную сложность, опять же, не знаю, как там на другой. И поэтому милишка самая выгодная. Больше всего урона проходит, блядь, просто тарабанишь, ебашишь. Иногда по приколу достаёшь, конечно, оружие. Вот как я делал. То есть я иногда мог достать оружие, там популяться, блядь, из электрической поебашить, блядь, ещё чего-то там. Тоже поснимать какое-то количество хп. Но по большей части похую. Какую концовку выбрал? Я обе концовки показал на стриме. Мы можем сделать только... Но какую именно я выбрал сам с точки размышления, я счёл, что концовка, где ты не убиваешь чела, она правильная. Вот. И как оказалось, я был прав. Как оказалось, я был прав. Патроны с помощью специальных кассет и только если они лежат в нашем инвентаре, которые ты, конечно же, забыл положить, потому что не ожидал, что здесь босс. Тебе приходится либо колупать этого босса до посинения, снимая с него краюшки хп, либо умирать, готовиться конкретно к этому боссу и идти его убивать. Я говорю про то, что способностей не только мало, но они ещё и ограничены. Ими не поэкспериментируешь, как того хотят разработчики. На самом деле, это очень показательный момент. Спойлеры? Чел, ты сидишь на обзоре Atomic Heart 30 минут, где тебе показали уже, блядь, полкилотону боссов про сюжет и так далее. Ты говоришь, спойлеры? Кстати, Manfish напирает на то, что в их игре можно экспериментировать и познавать. У противников есть слабости, которые ты можешь проанализировать, пушки можно настраивать под разный тип врагов, менеджмент инвентаря заставляет думать, что вообще может быть полезно и как грамотно всё использовать. Не заставляет вообще он думать. Блин, булжать, вот мы вместе с ним, если что, мы сидели на пресс-рухе вместе с булжать. Ну вообще там с ним вместе тусили, потом поехали в кальянную вся хуйня. И... Блядь, мы вместе играли. Мы вместе играли в эту хуйню. И там ни к чему он не толкает. Вот это менеджмент, блядь, ну чуваки, ну мы видели, как мы проходили. Ну нихуя не толкает, блядь. Пиздец, когда мы когда мы менеджментили? Единственный мой менеджмент убирался лишь в одно. Блядь, ну возьму, наверное, побольше патрон, всё. Менеджмент мой был, это когда я скипал патроны на разбор, блядь. Блядь, весь мой менеджмент был, я перекидывал патроны с инвентаря в склад, блядь, чтобы там их разобрать. Ну и всё. Способности ты вроде как должен комбинировать, но на деле игра даёт очень мало простора для творчества и экспериментов. Вот о чём я говорил в начале. Ощущение, будто из этой игры что-то вырезали, или точнее чего-то не додали. Игра вроде бы хочет быть иммерсив симом, она выглядит и ведёт себя как иммерсив сим, но в ней очень мало иммерсивности. Даже банальных луж, которых можно вдарить током, здесь нет. Зато здесь есть стелс, ему вас даже учат, но он бесполезен полностью. Ты слишком медленный в приседе, прокачать скорость ты никак не можешь, а враги вертятся каждым... А, да, в приседе, по-моему, ты не можешь, да, обычную скорость можно прокачать. Ждё 5 секунд. Но по-настоящему ты понимаешь, насколько Atomic Heart не раскрывает свой потенциал, когда тебя выпускают в открытый мир. Ну, как открытый. Это относительно большая поляна, которую можно проехать из одного конца в другой. Спасибо, Куппас. Другой за 5 минут. Когда ты впервые выходишь из подземного комплекса в этот самый мир и смотришь на карту, ты думаешь, о, вот теперь-то игра началась. И игра начинает объяснять тебе новые механики, что вот есть сенсорные камеры, которые поднимают тревогу и ты должен их уничтожать. Есть специальные здания, с помощью которых ты можешь подключаться к этим самым камерам. Есть ещё зонд, с помощью которого можно отключить всех роботов в регионе на время. У тебя в распоряжении теперь чей-то красный москвич. Все красные москвичи, и тут все машины красные москвичи. И ты думаешь, вау, у меня теперь так много возможностей. Нет, их нет. Одна единственная точка интереса на карте это полигоны, в которых лежат детали для оружия. Это реально весь ваш интерес в этом открытом мире. Ну нет. Ну нет. Куча домов лута и нет интереса. Ну как, если говорить про ивент-поинты, то да, это единственный ивент-поинт, который есть на открытой карте. Однако, если воспринимать в целом, то дохуя это и трупы, с которыми ты говоришь, которые и рофлят, и рассказывают что-то про мир. Это и терминалы с записками, сообщениями и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну и лут для... Ну ладно, лут я не буду воспринимать, там лут для того, чтобы загрейдиться. Хуй с ним, да, это вы можете везде достать. Но вот из таких вот вещей, окей, вот это вот. Это не очень много, конечно. И это, конечно, не ивент-поинт. Я, например, люблю, когда карта завалена разными точками интереса, и они обозначаются, как-то ты к ним идешь, что-то там делаешь. Мне это самому нравится, но... Подключаясь к камерам, все, что вы можете сделать, это нажать на тумблер, который откроет вход в полигон. После этого, подключение к камерам становится бесполезным. Ты можешь устроить блэкаут, но если ты зачистил полигон, тебе больше нечего ловить в этом регионе, ты просто едешь к следующему. Ну или идешь, потому что в этом мире москвичи, видимо, сделаны из фольги. Москвич может давить роботов, там, разрывать мутантов на части, но если он врежется в пустик, капот сразу загорится. А учитывая, сколько мусора на дорогах, загорается он каждые 5 секунд. А когда вы идете пешком, вас всегда палят камеры, и вы их хрен увидите, пока они не сработают. Когда они срабатывают, они созывают всех роботов в округе, и тебе приходится убегать, потому что драться бессмысленно. В регионах с рабочими камерами работают ремонтные роботы, которые воскрешают поверженных роботов. И делают они это так быстро, что пока ты убьешь второго робота, первый робот уже восстановится и пойдет на тебя в атаку снова. Бесит просто дико. Открытый мир — это красивая пустышка с растраченным потенциалом. Кажется, что Atomic Heart должно было быть куда больше взаимодействий с роботами и техникой, но их там нет. Ты видишь какие-то зачатки экосистемы, в которой ты не участвуешь. И ты начинаешь задумываться, а вдруг игры действительно не было все это время, и ее пилили в торопях лишь последние полтора года. Atomic Heart — это не иммерсив сим, а если и иммерсив сим, то крайне херовый. Но каким-то чудом это великолепный линейный шутер с драйвовой историей, неожиданным финалом и шикарным сеттингом. Играть в Atomic Heart нужно от маркера к маркеру, тогда это офигенная игра. Вот почему Bioshock Infinite настолько точно описывает Atomic Heart. Эти две игры — братья, разлученные в детстве. Когда Atomic Heart заводят в очередной подземный комплекс, где бродят роботы и мутанты, и где баланс между экшеном и спокойствием настолько прекрасно выверен, ей так хорошо. Ты вообще забываешь такие моменты, что где-то там, на поверхности, тебя ждет хреновый иммерсив сим. Плюс весь процесс очень грамотно разбавлен теми самыми головоломками. Они могут занимать целые комнаты и выглядят, мягко скажем, впечатляюще. Они совершенно несложные, но они веселые. Тем более магнитные испытания можно легко чизить двойным дэшем, так что сыр тут есть, я его нашел, не беспокойтесь. И несмотря на то, что сами головоломки выглядят весьма олиповато, они прекрасно вписываются в происходящий процесс. Люди, создававшие уровни для Atomic Heart очень хорошо понимают, как удержать внимание игрока, это заметно. И было бы совсем прекрасно, только ограничение по способностям напоминает, что здесь... Да, вот только студентов, то, что меня игра не дала здесь сделать. Вы что не так. Я делаю вывод, что Манфиш знают, как делать игры, они могут делать игры, но у них не получилось сделать все, что они задумали изначально, по какой-то причине. И мне теперь интересно, почему. Надо будет их доколебать. Если подводить итоги, то мне кажется, эксперимент получился больше удачным, чем мне. У игры есть лицо, она мемная. Ты получаешь удовольствие от процесса, тебе интересно эту игру изучать, проходить, но ощущение недожатости оставляет очень сильный осадок на душе. Ты начинаешь думать, блин, могло же быть еще лучше. Самое главное, что этой игре не нужны на шоу он с ним Сереги и не смотрел. Если открытый финал Атомиката говно нашли, конечно. Я определенно буду ее ждать. Голуби довольны. На разок игра сойдет. Российский игропром поднялся. Доказал, что может. Так что ждем сиквел всем селом. 8 серпов из 10 молотов. А у меня на этом пока все. Пис вам, люди. Пока. Я там ебать, я там ебать, конечно, наугарался. Вот только магнитная голуболомка с подъемом пускай не платформы раздражает слишком долго и муторно. Но их нет. Она как бы нормальная голуболомка. Ее просто очень много. Очень часто. Она только, в принципе, она и есть там. Блин. Субтитры создавал DimaTorzok